Все больше казахстанцев не спешат вступать в брак и создавать семьи. В последние годы эта тенденция набирает обороты. Интересно, что мужчин, никогда не состоявших в браке, больше, чем женщин. По данным Бюро национальной статистики, в стране почти 2 миллиона человек имеет статус холостяка, тогда как потенциальных невест на 133 тысячи меньше. Эльмира Ержанова узнавала о причинах нежелания создавать семью. Бюро национальной статистики выяснило, что больше всего незамужних и неженатых казахстанцев живут в Туркестанской области. Холостяков там свыше 250 тысяч, а потенциальных невест почти 230 тысяч. Аналогичная картина в Алматинской области, а вот в Атырау зафиксировано меньше всего неженатых – 59 тысяч. Мало свободных женщин в североказахстанской области – 45 тысяч. Социолог Жанна Джандосова считает, что такая статистика напрямую связана с финансовым и социальным положением населения. Там, где оно лучше и браков больше. В тех областях, где больше бедного населения, где больше людей, которые не способны, то есть, может быть, они сталкиваются с тем, что у них нет же своего жилья, у них нет работы. И это очень трудно завести семью и, допустим, сделать предложение девушке, чтобы она согласилась выйти за человека, который не работает, который не в состоянии эту семью содержать. Если во всех регионах страны свободных женщин меньше, чем мужчин, то исключением стал Алматы. Там почти на 230 тысяч незамужних приходится 189 тысяч холостяков. Кстати, на вопрос, почему казахстанцы не спешат связывать себя узами брака, многие из запрошенных ответили, что причина, скорее всего, в недостатке денег. Может быть, хотят как-то образование, карьеру и только потом семья, дети, все такое. Это материальная нагрузка, потом физическая нагрузка каждый день. Зарабатывать надо будет, тянуть семью. Должен быть достаток хороший. Обеспеченные родители должны быть, жилье должно быть в первую очередь. Многие делают, наверное, карьеру, я так думаю. Сначала, в первую очередь, хотят встать на ноги, а потом уже жениться. Я думаю, так, наверное. Или хотят как бы насладиться жизнью, может быть, даже путешествовать. По мнению социологов, в стране нужны жилищные программы, а также молодежные, которые бы помогли желающим трудоустроиться. Это улучшит материальное положение. Но не всегда проблема нежелания жениться или выходить замуж связана с деньгами. Некоторым людям привычнее жить в одиночестве, а у кого-то просто нет времени на поиски своей половины. Эльмира Ержанова, Азамат Кубигенов, Информбюро, 31 канал.